Привет! В эфире программа Точка.ру. Программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. Все самое интересное расскажу вам здесь и сейчас. Сегодня в программе прогулки по вечерней Самаре. Что сфотографировал самарский спутник? Кому посвятил стихи искусственный интеллект? Ложечка, скотч и циркуль на страже женской красоты. Все это и многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok Самара, которая гуляет по просторам интернета вторую неделю и за это время набрала несколько тысяч лайков и репостов. У нас самая большая площадь в Европе, самый красивый ЖД вокзал, одна единственная ладья в мире на берегу великой русской реки Волги. Самара, город фонтанов, пляжей, закатов. У нас безумно красивая улица Ленинградская, знаменитая на всю Россию своим очарованием. Наш бренд – это наша родная набережная, старинные здания архитектуры. И мы – самарцы. Мне кажется, лучше и не скажешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самарский спутник. Аист-2Д, запущенный с космодрома Восточный, передал первые снимки из космоса. Телеметрия спутника показала, что системы электропитания, терморегуляции и управления движением работают в норме. В Ракетно-космическом центре «Прогресс» сообщили, что со спутником установлена постоянная связь. Сейчас специалисты настраивают оптико-электронную аппаратуру на нем. Спутник весит 531 килограмм. Создан силами специалистов Аэрокосмического университета и Университета телекоммуникации и информатики. Главное его достоинство – способность видеть из космоса буквально сквозь Землю. Если, к примеру, объектом наблюдения станет лесной массив, то радар сможет заглянуть вглубь на несколько десятков сантиметров. А в пустыне этот показатель будет уже измеряться десятками метров. Российская молодежь бесплатно получит карту путешественника. Планируется выпустить новую специальную банковскую карту и приложение для смартфонов, чтобы получать и копить бонусы. Выпуск данных карт намечен на сентябрь. Среди поощрений обещают существенные скидки на развлечения, транспорт и гостиницы. Распространяться такие карты будут бесплатно и при этом давать скидки до 50%. Авторы проекта заявляют о намерении продвигать и развивать внутренний туризм, а также повысить популярность российских компаний. В специальном приложении можно будет найти сведения о достопримечательностях городов и информацию о скидках от партнеров проекта. А знаете ли вы, что у нас в Самаре есть школа робототехники и беспилотных технологий? Два года назад группа энтузиастов создала экспериментальную платформу «Коптер Спейс». Свою школу самарские изобретатели открыли после получения гранта. Они обучают детей проектировать беспилотники, а также программировать и конструировать воздушных роботов. Проект активно сотрудничает с десятками городских школ и центров детского творчества. Будущие инженеры создают всевозможные устройства, бытовую робототехнику, интеллектуальные системы управления. В планах освоение ракетостроения. Проект осуществляется при поддержке городской администрации. Дети обучаются бесплатно. Что будет, если взять простую искусственную нейронную сеть от Google, загрузить в нее 10 тысяч книг и подождать? Получится страшноватая романтическая поэзия. Судите сами. Рифма, конечно, хромает, но от искусственного интеллекта такого никто не ожидал. Задача была гораздо проще – логически связывать предложения из романов похожими по смыслу фразами, чтобы изучить нюансы разговорной речи. В перспективе это поможет Google лучше понимать поисковые запросы. Но, видимо, на чувство искусственной сети так повлияла весна. Кстати, в скором времени компания собирается выпустить специальную программу обмена сообщениями, которая будет говорить с людьми, анализируя диалоги из фильмов. Сервис Яндекс.Карты научился прокладывать полезные пешеходные маршруты. Теперь можно спланировать прогулку по городу, сориентироваться в незнакомом районе или найти короткую дорогу. Маршруты строятся с учетом дворов, арок, лестниц, мостов и других пешеходных зон. Карты показывают длину дороги и прогнозируют, сколько времени пешеход может потратить, двигаясь из пункта А в пункт Б. Для построения маршрутов Яндекс использует данные народной карты. Активисты оперативно отражают на карте изменения в городе. Чем больше деталей горожане будут указывать на народной карте, тем более подробными станут пешеходные маршруты. Новая опция уже доступна в мобильных приложениях. Добро пожаловать на портал Федеральной налоговой службы. Когда вы приходите на эту страницу, то система автоматически определяет ваш регион и предлагает сервисы этого региона. Но при необходимости вы можете выбрать любой другой регион. Это главная страница, единый вход, с которого вы сможете пройти ко всем сервисам портала. В разделе «Для физических лиц» вы можете посмотреть все вопросы, связанные с личными налогами. Здесь разобраны типовые жизненные ситуации и представлена информация о том, какие налоги вы должны платить как гражданин. В разделе «Для индивидуальных предпринимателей» можно найти подробные инструкции для ведения коммерческой деятельности, информацию по налогам и полезные электронные сервисы. Юридическим лицам предоставлена полная информация для организации и ведения бизнеса. На главной странице публикуются новости, налоговый календарь и другая полезная информация. Все остальные страницы портала похожи на главную. Все так же просто и удобно. На что только люди не идут ради популярности? А что если популярность уже есть, но хочется масштаба и сотни тысяч лайков? Правильно, нужно снять смешное видео, а лучше не одно. Вот, к примеру, актриса театра и кино Ирина Горбачева. За несколько месяцев Ирина собрала более полутора миллионов подписчиков в Инстаграме. Никаких тебе гламурных селфи, дорогих платьев. Девушка выкладывает комичные видео обо всем, что происходит вокруг нее, используя придуманные образы. Она не боится показаться смешной. Ее видео пользуются огромной популярностью. Бодрого вам утра! Или вот, совсем свеженькая подборка от актрисы Ольги Медынич. Она снимает короткие видео на основе популярных уроков макияжа и причесок. Рисование бровей по трафаретам, создание макияжа с помощью столовой ложки и скотча и простых способов накрутить локоны. Тысячи комментариев, восторженные крики девушек, которые в этих жизненных зарисовках узнают себя. Зачем вырисовывать свои брови часами, когда есть инстаграм и трафарет? Инстаграм просто открыл мне глаза. Оп! Чем шире, тем лучше. Как я раньше дурожила. Все под настроением. Где был? Что-то так голова болит. Может, в театр? Как нет? Выходной. Все главное не переборщить. Канал я! Трафарет! На сегодня все, друзья. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Наш сайт, твиттер, инстаграм, фейсбук, группа вконтакте и канал на ютубе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok